Работаем дизайн для закладок. В ближайшее время планируется распечатка и... Вот они, вот они. Хотел показать, но не успел распечатать. Я думаю, что в следующий подъем 2-0. 3-0, да, какая будет? Донесу обязательно и начнем именно с отдела чтения, центра чтения. Сегодня хотел немного поднять вопрос о безбарьерной среде, о безбарьерном городе. Вопрос как-то поднимался у нас, на самом деле. И как-то он активность такой не получил, продолжением. Вот буквально 2 дня назад здесь для тех, как я делал правовой час, значит, встречается в прокуратуре, ГИБДД, инвалиды, где говорилось о том, что в Чебоксарах, по сути, неважно учреждения, досуга, революционные центры, да, вот, нет условий для того, чтобы попасть в них. Не говоря о том, что выйти вообще из домов, как бы, да, инвалидам, это, ну, беда города. Так, как это... Вот. То есть, недалеко барьеров, да, вот. Ну, в нашем понимании, как бы, это сделать создание таких условий, которые позволят нам, то есть, как бы, инвалидам предоставить равный доступ к учреждению. В послании президента, значит, узнать его, как раз таки, вот, поднимается активный вопрос, о том, что необходимо создать условия, да, вот, статы с его выступлением. На самом деле, в нашей стране очень много инвалидов, да, инвалидами, ну, как бы, вот, есть инвалиды в детство, да, то есть, родители, то есть, дети инвалиды, инвалиды тех, кто стал инвалидом. То есть, вот, их всё больше и больше становится. Поэтому, даже если один инвалид у нас, надо для него создать условия, но этих условий нет. Какие существуют барьеры на сегодняшний день? Сегодня очень много барьеров, да, вот я перечислил здесь барьеры, то есть, это вот и у нас политика, да, вот, стандарты, то есть, существует сегодня закон о защите, да, вот, есть различные СНИПы, ГОСК, да, вот, но они не соблюдаются. Дома отдаются сегодня, да, они должны быть обязательно установлены в лифте, должны быть панкосы, но их нету. То есть, каким образом принимается дом, непонятно, как бы, да, вот. Те дома, которые были, создаются такие нереальные условия, да, то есть, создаются панкосы, это угол, там, 45 градусов, ну, шведер, да, это, собственно говоря, не решение проблемы. Так вот, ну, и, как бы, вот, я, исходя из всех этих барьеров, ну, оценку хотел сделать на отсутствие доступности. Значит, что предлагается? Предлагаем, значит, следующее. Мы предлагаем, значит, информировать. Когда нету информации, как бы, да, вроде инвалидов-то нет, на самом деле, да, на улице, вроде как проблем не существует. То есть, необходимо говорить о том, что город не однозначно, по сути, инвалидов. И я считаю, что вот надо создать ресурс, чтобы, да, вот, ну, сейчас у нас на проекте Чебру уже есть опрос, где отсутствует. То есть, надо говорить о том, что нету панкосов, и показы, где отсутствует. А прокуратурам в этом году было 157 представлений в суд на учреждения в плане отсутствия условий для инвалидов, панкосов. Да, вот, из них 77 было, ну, то есть, решения суда были. То есть, сегодня, вот, кроме, скажем, таки условий, кроме, как национальная библиотека, музей национальный, да, вот, нету вообще панкосов. Театры. Ну, посмотрели, да, вот, гуманизировали. Театры, все... Скультурно-подразделительные комплексы, да, все, 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 делаются, вроде как формально есть, но делают такие плитки, которые гладкие, которые невозможно поднимать грызть. Все, ну, бассейн, все находится в трампутаже. Поэтому мы предлагаем обсуждение этого вопроса, можно на форуме на связи, можно сделать такой справочник, где показывает то, что отсутствует, и принимает вопрос об этом. Кроме этого, можно было бы на карту как-то дать положить потом, проговорить вопрос. Почти везде, по-моему, отсутствует, то есть, скорее надо быть там, где присутствует или как вообще? Отсутствует надо. В той же прокуратуре, по-моему, нет никаких проблем. Ни одна прокуратура не имеет фанусов. Надо говорить, где отсутствует, потому что где есть, инвалиды знают про них, что там есть фанусов. Надо говорить, где нету. И прокуратура, они готовы, если общественность подняется, то есть, будет информация. Они готовы организовать проверки и добиваться, то есть, установление фанусов, создание условий для инвалидов. Вот, собственно говоря, такой доклад. И я думаю, что вот можем своим сообществом блогерским начать примером своим, может быть, где-то сделать, установить какую-то пануз там, да, как бы показать, что это все реально сделать и, собственно говоря, скидываемся на грузовик цемента, вот эту бетонную машину и начинаем. Можно было бы сделать такое. Как предлагал Дима Хрюков. Продолжение следует... Продолжение следует...